Эй-эй-эй-эй! Приветствую вас на своем канале. Значит, время к ужину. Сегодня я приготовлю для своей семьи рис по-сербски. Делается он очень просто, очень быстро. Сейчас я вам покажу компоненты, то есть есть смысл заморочиться приготовить его. Ну что, приступим? Разговорами сеть не будешь. Итак, значит, для этого замечательного блюда мне понадобится мясо свинина от шеи 500 грамм, маленькая луковичка, один маленький зубочек чеснока, паприка сладкая или перец сладкий буквально полторы штучки по весу 250 грамм. Так, две с половиной моркови здесь 150 грамм. Так, мороженый горошек здесь всего 150 грамм. Вы можете взять, если у вас свежий, будет очень хорошо. Так, теперь пассерованные помидоры. Они как целые, почищенные, то есть без шкурки готовые, либо как уже типа такой загущенный томатный сок. Они как идут в консервах, так и в тетропак упаковке. Так, теперь рис. Рис. Всего 200 грамм риса мне нужно. Больше не нужно. Значит, рис я взял такой, как же его назвать-то по-русски. Короче, я напишу, как он называется. Он по-немецки. Главное, чтобы он был не круглый, то есть, чтобы он не был клейким, то есть, он не должен клеиться. И это не должен быть басмати или жасмин рис. Они не подходят. Просто у вас тогда получится каша. Этого не нужно. Так, теперь свечили. Свечили кисло-сладкий соус. Продается в любом китайском магазине, в любом азиатском магазине. Так, теперь мне нужно будет бульон. Буквально 300 грамм бульона. Мне больше не нужно. Для этого я возьму 1 кубик овощного бульона и залью его кипятком. 300 грамм мне нужно. Больше не нужно. Все, готово. Так, все компоненты есть. Теперь начинаем готовить. Поехали. Так, для начала сделаем типа томатного соуса. Чеснок режу. Добавляю сразу. Здесь, значит, у меня немного прованских трав и немного сушеного майорана. Если у вас есть, хорошо. Если у вас нету, ничего страшного. Можно обойтись без этого. Так, теперь заливаю сюда эту, скажем так, помидорный сок. Солим. Немножко сахара, буквально чуть-чуть. Потому что помидоры все равно кислые. Так, и перебиваем все это делать погружным блендером. Все. Томатный соус у нас готов. Его остается только скипятить. Но мы этого делать даже не будем, потому что мы будем сразу готовить вместе с ним. Убираем в сторону. Так, поехали дальше. Морковь. Значит, смотрите, чтобы вы не порезали. Если ледяной морковь, всегда половиньте ее будет проще. Так, делаем так. Ложим на ту часть, которую вы уже обрезали. Тогда она будет стабильной, и вы не поранитесь. То есть у вас нож не соскользнет. Так, и делаем мы спокойные, такие небольшие кубики. Так. Продолжение следует... Так, включаю плиту. Из 12 возможных положений включаю на шестерку. На шестерке я прекрасно ее обжарю. Так, теперь паприка. Я ее уже предварительно порезал. Или сладкий перец. Так, обратите внимание, что я паприку всегда режу снутри. Так она легче. Можно, конечно, с этой стороны. Но зачем усложнять себе жизнь? Бывает, просто ее перерабатываешь по очень много килограмм. Поэтому так проще. Да, и нож нужно будет в этом плане меньше точить. Так, паприка готова. Лук. Лук. Вы знаете, что я не любитый лук, а поэтому я лук порежу крупно для себя. Для себя порежу крупно. Я его возьму все, что с него нужно, а потом я его выброшу. Вы, если вы любите лук, вы, в принципе, можете лука взять побольше. Лук кубиками, мелкими кубиками. То есть, вот такого плана. Прорезали сверху вниз. Потом в сторону так и нарезаете. Вот у вас получается вот такой мелкий лук. Так, полкилограмма свинины. Это шея. Я уже предварительно порезал. Порезал, сейчас я покажу, какой величины у меня куски. Ну, скажем так, по 5 сантиметров они у меня в длину. Чуть даже короче. И, ну, небольшие там. 8 на 8 миллиметров в объеме. Мясо я специально взял такое, чтобы оно было немножко с жирком. Чтобы они не... Чтобы у меня рис посердский не получился сухим. Так, здесь у меня все закончено. Теперь переходим к плите. Обжариваю мясо. Сковородка у меня сейчас накалилась. Значит, очень многие из вас... Я больше чем уверен, не знаю, что такое вообще жарить мясо. То есть, мясо мы будем действительно жарить, а не тушить. Как это многие делают. Поэтому, с виду, кажется, что моя плита старая. Она не старая, она просто убита. То есть, у меня машины работают. Мясо по многому не надо. Но моя сковородка сейчас в этом плане, она сдюжит. Мы будем мясо обжаривать очень быстро. Мясо мы пока не солим. Потому что, как мы только присолим мясо, оно сразу отдаст большую часть жидкости. У нас все на свое пламя, то есть, весь наш жар, он осядется. А нам этого не нужно. Нам нужно, чтобы до... ... температура хорошая. Да, о чем я говорю, сковородка вздохла. Опять я ее прогреваю, потому что слишком много мяса. Полкилограмма мяса для нее оказалось много. Сейчас я еще раз ее прогрею и прожарю до конца. Вторая попытка. Вот теперь можно мясо присолить. И сразу же сюда добавляем паприку. Паприку мы припустим буквально немножечко, чуть-чуть. Еще немного присолим, так как паприку я не солью. Так, ну вот, друзья, это у меня готово. Значит, смотрите, я делаю следующее. Я просто сейчас всю свою паприку с мясом сбросу на сито, чтобы у меня лишний жир ушел. То, что цвета забрызганная, если я ничего страшного. Значит, смотрите. Сейчас, по идее, я должен бросить сюда лук. Но я этого делать не буду, так как я лук не ем. Вы, в свою очередь, если вы любите, добавляйте лук и пассируйте его. Без цвета, то есть цвета придавать ему не нужно. Но так как у меня все это сделано, то я приступаю к рису. Засыпаем рис. Немножко я его на сковороде проколю. Чуть-чуть буквально. Так, добавляю наш бульон. Кембературу убавляю на троечку. И сразу добавляю нашу томатную пасту. А, томат и соус. Только впоследствии сначала вода, потом помидорную пасту. Потому что, если вы добавите ее, она у вас может начать брызгать по всей кухне раньше времени. Можно накрыть пока крышкой. Я делал недавно песто. У меня осталось буквально от базилика. Осталось пару обрезков. Я их просто доброшу сюда и их потом отсюда удалю. Для запаха, для вкуса. В резинке ничего страшного. Ну вот, подкипело буквально 10 минут. Сейчас добавляю сюда мое обтаренное мясо. И накрываем крышкой. Пусть томится дальше. Так, проверяем, что тут у нас творится. Так, ну... Остатки базилика можно уже выбросить. Уже свое отдал. Так, попробуем на соль. Так, мне все хватает. Так, рис потихоньку подходит. Скоро будет готов. Буквально за 10 минут до готовности риса я добавлю морковь. И буквально за 5 минут готовности моркови я добавлю зеленый горошек. Так, теперь, что касается кисло-сладкого соуса. Если у вас нет, не обязательно его добавлять. Вы можете сделать рис по сердцу немножко острее. Можете добавить сюда чили либо в порошке, либо свежий чили. На ваше усмотрение. Как вам больше нравится, как вы больше чили любите. Так, ну тушим дальше. Так, ну я добавляю уже морковь. И сразу добавлю немного кисло-сладкого соуса. Да простят меня братья сербы. Он сюда не идет, но поверьте мне, будет вкуснее. Добавляю совсем немного, потому что супруга моя очень острая не любит. А я, в принципе, этот соус готов. Я могу всегда себе долить, если мне не хватит. Вообще, блюдо готовится очень быстро. Я считаю, что, ну сколько ему, ему хватит, в принципе, полчаса, чтобы приготовиться на плите. Ну что, пришло время добавлять горошек? До мороженого горошек готовится очень быстро. Так, теперь ставлю я свою комфорту на единичку. Потому что жидкости уже практически не осталось. Жидкость вся впиталась. Пять минут, и можно будет садиться ужинать. Если у вас по каким-либо причинам рис еще не проварился, мало ли, я не знаю, если у вас будет сильно включена комфорта, и вода испарится быстрее, чем нужно, то можете в любой момент добавить немного кипятка. Это ничего страшного. Так, ну вот, друзья. Не прошло и полгода, как рис нас приготовился. Я сразу его переложу в кастрюлю, чтобы он быстрее остывал. Так как домочасов моих сейчас дома нету, поэтому я один. Значит, смотрите, вот вся эта калькуляция продуктов в общей сложности где-то получается готового риса чуть больше двух килограмм самого продукта этого. Так что считайте, что 500 грамм на человека это вполне, я считаю, за глаза. Вот этой порции, то, что я приготовил, хватит нам сейчас сесть и за вечер мы сразу все съедим. Ну что, приступаем к подаче. Так, он сказал, поехали. И махнул рукой. Так, ну на этой эскортной нотке я с вами прощаюсь. Живите долго и тайтесь достойно. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова